На первом месте должны быть родины и родители, потом дети и вся семья, а затем остальные родственники. Так расставлял приоритеты в семейных отношениях политик и философ древнеримский, звали его Марк Тулий Цицерон. Но то ли его мало знают наши современники, то ли не является он таким уж огромным авторитетом. Но вот ссоры и склоки в семейных взаимоотношениях часто портят нам жизнь. Здравствуйте, вы смотрите программу «Вопросы веры», и сегодня мы поговорим как раз о том, как жить в мире с самыми близкими и родными людьми, с семьей. Я с удовольствием представляю вам, моего собеседника, напротив меня находится проректор Пензенской православной духовной семинарии, Игумен Серафим Домнин. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Серафим, благословите нас и наших телезрителей. Божие благословения всем тем, кто участвует и смотрит программу «Вопросы веры». Спасибо вам большое. Ну и для начала вопрос такой, в общем-то, общий. Скажите, часто ли к вам обращаются люди с просьбой разобраться в той или иной ситуации, помочь? И если да, то какие именно это бывают вопросы, проблемы? Церковь действительно является таким организмом, в который чаще всего обращаются со своими бедами. И зачастую вопросы действительно являются теми вопросами, которые связаны с взаимоотношением в семье, друг с другом. И, наверное, где-то на 90% люди, когда обращаются, это прежде всего вопрос о том, что либо с мужем что-то не то, либо дети, так скажем, нет взаимопонимания, нет, так скажем, какой-то отдачи для родителей того, чего они ожидали от ребенка. Вот. Чаще всего, наверное, бывает еще и то, что не понимаем друг друга. Родители не понимают детей, сестры не понимают своих братьев. И поэтому действительно вот эти вот вопросы взаимоотношения, семейные, да и вообще просто на уровне друг с другом, со своим ближним, они являются, наверное, вот одними из тех вопросов, которые задают чаще всего. Как Вы считаете, есть ли у всех этих проблем, таких разных, но тем не менее, какой-то один единый корень? Конечно, безусловно, Церковь всегда свидетельствует о том, что любой проблемой, или точнее даже, наверное, сказать, любым нарушением в жизни человека является, безусловно, грех. Но это как бы такое понятие общее. А, наверное, в любом, в любых взаимоотношениях, какие бы они там ни были в семье, там, родители с детьми, супруги между собой, или там еще каким-либо образом, в основном проблема состоит в том, что человек выше всегда ставит свое «я». Он всегда, так скажем, говорит о том, что «мне хотелось бы, чтобы было вот так». Никто не говорит о том, что «я от своего ближнего вот ожидал большего, так скажем, а получил меньше». Никто не говорит о том, что «я сделал для своего ближнего больше, а он вот этого вот не понял». Вот это вот реже всего бывает. И проявление вот гордыни во взаимоотношениях является, наверное, первым и самым главным моментом, который разрушает любое отношение. Человек не находит в себе силы, так скажем, снизойти до немощи другого человека. Ему кажется, что раз вот он делает хорошо, ему должно делать хорошо. Но Господь ведь в Евангелии говорит, не так ли делают язычники? Господь призывает… Глаз за глаз, зуб за зуб. Господь призывает как раз-таки к тому, чтобы человек постарался услужить всегда ближнему. И не случайно многие святые, они как раз-таки говорят о том, что мы должны видеть в своих ближних прежде всего образ Христа. А Христос ведь для любого христианина является той путеводной звездой, которой бы хотелось услужить, которому бы действительно он готов зачастую отдать целую жизнь свою, отдать все для того, чтобы как раз служить Христу. И вот для ближних, наверное, любой момент служения, какой бы он ни был, ну, в семейных отношениях, наверное, чаще всего как бывает. Вот, скажем, появилась новая семья, да, каким образом она появилась? Люди понравились друг другу, а у них есть какая-то симпатия, потом появляется любовь. Но ведь чаще всего все это разрушается на чисто бытовом уровне. Когда человек, собственно говоря, после влюбленности, после того, как, так скажем, мечтал о чем-то высоком, приземляется и оказывается просто на бытовом уровне. И ему уже не всегда, так скажем, прекрасно и лестит то, как себя ведет человек. Ему так порой кажется, что он-то выбирал совершенно иную позицию. И вот здесь, в этом смысле, человек должен научиться уважать. Уважать, понимать, принимать таким, как есть. Вот. И если он это научится, то, наверное, семейная жизнь его будет удачной. А если он научится это хорошо делать, то, наверное, она удачной будет до конца. Потому что, когда появятся дети, он уже сможет в этих детях тоже найти равного себе. То же с самого, так скажем, маленького возраста научится уже уважать и ценить то, что этот человек хочет из себя представлять, как он видит мир. Я хочу напомнить, что в нашем разговоре участвуют также и наши зрители, и во всяком случае могут это сделать, если обратятся к нашему электронному ресурсу и пришлют свои вопросы на электронный адрес вопросоверы.собачка.мейл.ру. И вот один как раз из таких вопросов, пришедший к нашей сегодняшней программе. Вот. Наш постоянный зритель Игорь Валентинович из Пензы, он спрашивает, вот таинство венчания – одно из самых красивых и глубоких церковных обрядов. Ну, с этим действительно не поспоришь. Не кажется ли вам, отец Серафим, что большинство молодых людей прибегают к нему, потому что это стало модным? И стоит ли отговаривать таких людей, кто именно пытается моде следовать? И за этим идет в церковь. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что сейчас я уже не считаю, что это стало модным. Модным это было в 90-х годах, извините, когда у нас появились очень красивые сериалы о красивой жизни. И часто можно было видеть католическую церковь, именно вот такой католический обряд. Он тоже, могу сказать, не менее красивый и торжественный, чем православный. И вот тогда, в 90-е годы, действительно стало такое вот модное понятие того, раз ты вступаешь в брак, тебе нужно обязательно повенчаться. И люди обычно, традиционно искали какую-то красивую церковь. Желательно, чтобы она была старинная, чтобы там получились хорошие фотографии, хорошая видеосъемка. Сейчас я считаю, что в последние годы, наверное, даже уже последние десятилетия, люди, наоборот, подходят к венчанию очень осознанно. Почему? Потому что вот многие столкнулись с тем, что это не просто заключение гражданского брака, в котором по той или иной причине можно просто-напросто взять его и расторгнуть. Церковь к этому относится очень строго. Есть ряд причин, по которым у супруги могут, так скажем, выйти из этого брака. Но все равно при всем том, церковь говорит о том, что таинство и венчание, совершившись единожды, уже никак не может быть снято, как у нас часто говорят, снять и венцы или что это. Развенчать. Да, или развенчать. Ничего такого в церкви нет. Таинство, оно совершается и совершается на всю жизнь. Точно так же, как крещение, точно так же, как миропомазание. Но, безусловно, конечно, по немощам человеческого естества бывают какие-то очень, ну, так сказать, причины действительно такого характера, по которому действительно супруги не могут смерть одного из супругов, измена одного из супругов. Вот, то, что является такими уже вескими причинами, по которым, в общем-то, можно расторгнуть брак. И для этого церковь благословляет вступать и второй, и в третий брак. А что конкретно по вопросу, если вы действительно видите, что, так скажем, вот стремление людей вступить в брак, оно такое несерьезное, то, в общем-то, я бы хотел даже заметить о том, что нужно отговаривать не просто-напросто от венчания как такового, а вообще этим людям посоветовать, чтобы они вообще задумались над тем, стоит ли им вообще связывать себя узами брака, гражданского или какого бы то ни было. А вот наша телезрительница Ирина интересуется, вот, знают ли батюшки какой-то особый секрет? Смотришь на их прекрасные семьи, часто многодетные, часто счастливые, и удивляешься. Расскажите, почему у них так получается? Ну, во-первых, что хочу сказать. Безусловно, конечно, это секрет в христианском понимании брака. Это первонаперво. Потом ведь, знаете, по этому поводу есть и много и шуток, и русских поговорок, что последним папа-жена, да, то есть священнику ведь можно вступать в брак только единожды, что бы ни случилось, даже там смерть супруги или она там ушла, всякое, конечно, в жизни бывает, но при всем том священник остается мужем одной жены. Поэтому кандидат в священнике более тщательно подходит к выбору своей супруги. И, в общем-то, супруга сама прекрасно понимает, что она несет ответственность не просто за себя, а не просто за свой брак, но еще несет ответственность за своего супруга. Потому что если священник теряет свою жену каким-либо образом, он не имеет права совершать божественную литургию. То есть фактически, так скажем, разрушив свой брак, или он сам там как-либо разрушает священник, себя автоматически как бы запрещает в священнослужении. Единственное, что ему только нужно будет или монашество принять, или просто-напросто он служить не может. Проблема часто в том, что у нас светская жизнь, она ведь нам навязывает такое отношение к себе особенное. Себя нужно беречь, о себе нужно думать, о себе нужно заботиться. И вот эта христианская самоотдача, полная своим близким, она как-то немножечко ставится под сомнение. Вот как же быть, не потеряется ли действительно человек вот в этой самоотдаче? Не растратит ли он полностью себя на детей, на мужа? Не исчезнет ли он в этом во всем сам? Вы понимаете, дело в том, что действительно на самом деле это парадокс. Вот, ну, это же не только, мы вот сейчас очень часто говорим, что вот современное общество, а вот возьмем там Рим, Грецию, да даже не будем так далеко ходить. Возьмем что-то более современное такое, да, вот, например, там, скажем, Европа, Средневековье, да. Проблемы-то они были на самом деле одни и те же. Ведь дело в том, что, хотя Европа там и считалась христианской как таковой, все равно, к сожалению, Средневековье — это возрождение всего такого языческого. И, в общем-то, это языческое несло в себе всегда нравственный дух того, что человек действительно должен себя чувствовать гордо, он себя должен ощущать как действительно такой царь природы во всех отношениях и проявлениях. Уж не говоря, конечно, вот там, скажем, о каких-то чисто языческих идеологиях, которые были. И, в общем-то, христиане не всегда на этом фоне смотрели смешно. Да, вот, казалось бы, о тех же самых христианских мучениках. Ну, вот, чего они, казалось бы, в мире добились, да. То есть они не повиновались там императору, не исполняли какой-то языческий культ, из-за этого вот они, так скажем, ну что, были просто-напросто убиты. Казалось бы, несмысленная, бессмысленная смерть. Что доказали, к чему пришли. Но в результате всего этого, это смерть и вот, казалось бы, такой бессмысленный поступок, это была некая такая победа. Победа, которая утверждала веру у многих других людей, которые вставали на их сторону. И, в общем-то, сейчас мы очень часто слышим, да, о том, что, вот, как же там исполнять христианские заповеди, там, ударили тебя в одну щеку, подставь другую. О чем же тогда? Тогда не нужно защищаться, не нужно защищать своих близких, свою Родину, там, прочее, прочее. Но ведь дело в том, что эта заповедь совершенно не об этом. Это заповедь, прежде всего, о том, что ты, опять же, не должен проявлять вот своей гордыни в этом. Безусловно, конечно, когда будет касаться твоих близких, ты просто обязан защитить, да. И, в общем-то, мы видим примеры христианских святых, того же Александра Невского, Дмитрия Донского, которые, в общем-то, были опытными военачальниками, которые защищали, да, воевали всю жизнь. Вот, и за это именно прославлена церковь, за то, что они были такими защитниками веры, православия. Но при всем том, основой их веры и добродетельности было не просто какое-то захватничество, не просто желание наживы или, так скажем, желание быть великим, а прежде всего те самые христианские ценности, которые они отставили, которые были для них приоритетом и которые они выставляли как раз-таки за добродетель, за которую считали должным бороться и стремиться к тому, чтобы эта борьба, опять же, приводила и народ, и тех, кого они побеждали, к тем ценностям, которые они сами проповедовали. Поэтому христианство в этом смысле, с одной стороны, является действительно такой религией, в которой можно очень часто сказать, что она такая религия для униженных, для обиженных. Так говорят. Но в общем-то и в целом, вот в этом состоянии только человек себя может чувствовать сильным. Вот именно в том состоянии, когда он может сам себя победить и перебороть, перебороть свои чувства, сделать, не дай бог, зло кому-либо, перебороть свои чувства в том, что он должен выше быть всех. Ведь на самом деле, знаете, вот, казалось бы, это звучит очень так вот высоко, а с другой стороны, если мы, каждый из нас, коснемся себя и просто в течение дня задумаемся над тем, что мы делаем, что мы отвечаем своим близким, и поймем, что научиться себя смирять – это великое искусство. На самом деле, вот знаете, я уж вот так грубо скажу, иногда вот не то, что скажут, а посмотрят на тебя уже, и из тебя уже все прет. Ты уже себя не то, что уж там где-то смирить, ты уже контролировать себя не можешь. А вот христианство, оно как раз учит вот этот контроль над собой иметь, себя сдерживать. И когда ты поймешь, что все то, что вокруг тебя вот это злое и, так скажем, противное тебе происходит, ты понимаешь, что знаешь, что ты выше этого. Ты можешь себя поставить на тот уровень, когда тебя это касается, лишь, так скажем, тенью проходит в твоей жизни. И ты поймешь, что в этом жить для тебя гораздо удобнее. Вот, и в этом и есть, так скажем, радость, счастье жизни, жизни, когда ты не сопереживаешь вот эти вот тяжелые моменты, ты не становишься соучастником этого зла и сам не знаешь, как себя... Ведь вспылишь, а потом ты чувствуешь, что плохо, и как из этого всего выйти-то, вот и не знаешь. И, в общем-то, у нас вся жизнь так проходит. А вот когда ты поймешь и осознаешь, что не это самое важное, что вот это вот как раз вот вся та пена, которая сверху, а тебе-то нужно питаться тем, что внутри. Вот тогда ты поймешь, что христианство, оно само по себе, через свое вот такое вот унизительное, казалось бы, состояние, человеческий дух возводит к вершинам совершенства. Спасибо вам за этот разговор, отец Серафим. И с вами мы, к сожалению, на этом прощаемся. Ну, а наших зрителей еще ждет рубрика «Седмица». Это традиционная рубрика в нашей программе, в которой мы представляем вашему вниманию новости Пензенской и Кузнецкой епархии. Двести лет исполнилось великому русскому писателю Ивану Александровичу Гончарову, знакомому всем нам со школьной скамьи автору Обломова обыкновенной истории фрегата «Паллада». Бывал ли классик в Пензенской губернии, краеведы спорят. А в храме села Старая Степановка Лунинского района, который построили близкие друзья Гончарова, впервые за 95 лет в его память совершили литию. За упокой его души под этими сводами наверняка раньше регулярно молились. «Господи, покой, душу усопшему, раба Твоего, преснопамятного Иоанна, вместе светли, вместе злачным, вместе покой, не одни дужи отбежать, болезни, печали, воздыхания, всякое согрешение, содеяние им делом, словом и помышлением». Гончаров познакомился с пензенскими помещиками Кашкаровыми через семью Майковых. Племянник владелица Степановки, поэт Аполлон Николаевич, не раз здесь гостил. Сам автор Обломова в Степановке не бывал, но был знаком и переписывался с одержанными хромоздательницами Юлией Петровной Кашкаровой и ее дочерь Юлией Сергеевной. «Которые были тоже женщинами незаурядными, помещицами, которые заботились не только о том, чтобы урожай хлеба собрать, там еще что-то такое, а заботились в том числе и о жителях своего села, своих крепостных крестьянах, чтобы у людей была возможность как-то и культурно развиваться». Иван Гончаров прожил долгую и непростую жизнь, в которой нашлось место кругосветному плаванию и затворничеству в старости, ссорам с собратьями по Перу и трагикомическому непониманию со стороны критики. Приятно осознавать, что пензенцы тоже могут гордиться причастностью к его биографии. Впервые после восстановления в Казанском храме села Елизаветина Макшанского района прошла архиерейская служба. Церковь, построенную в середине XIX века, местные верующие, а в селе почти тысячи жителей, восстанавливают своими силами. Готов к подъему на колокольню купол. Иконы, которые местные жители в 30-х разобрали по домам, теперь вернулись в церковь. Жаль только, что старинные росписи реставрации не подлежат. У нас сначала была небольшая церквушка там сделанная из... У нас была старая школа, из этих старых материалов мы собирали. Значит, там у нас был молебенный домик. Ну, вот уже более десяти лет, так скажем, где-то, наверное, уже так вот идет восстановление вот этого храма нашего силами местного населения. Во Враге, недалеко от села, несколько лет назад нашли остатки печи для обжига кирпича. Скорее всего, именно здесь и обжигали строительный материал для постройки храма. В советское время в здании было зернохранилище. Год назад здесь начали совершать регулярные богослужения. Впервые за это время литургию возглавил епископ Вениамин. Для нас это служба воистину, Пасха, для нас великая радость. Хотел бы вас попросить, чтобы вы помолились, чтобы храм продолжался, продолжал восстанавливаться. Спасибо, Господи. Приезжайте еще к нам. Владыка Вениамин пожелал елизаветинцам скорейшего завершения восстановления. Моя особая была молитва о том, чтобы община, то бишь вы все, были также сплоченные и единым, как единое целое, как живой организм сделали все возможное, чтобы этот храм в ближайшее время был полностью восстановлен и был таким, каким был до его поругания, до его закрытия. В благословение Преосвященный Вениамин подарил прихожанам Казанской Церкви Почаевскую икону Божьей Матери, которая теперь станет для них главной святыней. 17 июня православные отметили День всех святых в земле российской просиявших. Владыка Вениамин совершил праздничную литургию в Троицком храме села Малая Ижмура Зимичинского района. Очень рад, что храм Божий все-таки находится и в чистоте, потому что многие иногда храмы бывают в духовной пустыне. Не всегда настоятели имеют какое-то понятие о духовной красоте, о чистоте, о еще каких-то духовном совершенстве. А у вас тут, наверное, есть гармония, все вы трудитесь вместе для процветания всего храма. Я вас очень прошу, любите храм, приходите в него, молитесь, просите угодников Божьих, чтобы они укрепили вас в вере. Большой праздник, что посетили наш храм, радость такая у нас душевная, от всего сердца, прямо вот эти рады. Архиерийская служба в Малой Ижмаре прошла впервые за много десятилетий. На нее собрались несколько десятков человек. И в заключение нашей сегодняшней программы мне хотелось бы привести вам прекрасные слова отца Александра Ельчининова, который сказал, что равнодушие верующих есть вещь гораздо более ужасная, чем факт неверия. Подумайте об этом. И до встречи в храме и в программе «Вопросы веры». Продолжение следует...